Как вы можете помнить, недавно я упоминал скоро проведение события, напоминающего Теннокон, на стороне Китая. Увы, китайским языком я не владею, чтобы полностью оценить происходящее, но мероприятие таки получилось типа Теннокона. Были сотни посетителей, развлечения, косплей, призы и тому подобные вещи. К сожалению, особо крупных анонсов мы не получили, хотя вряд ли стоило чего-то такого ждать от местного издателя Варфа, когда развитием игры всё ещё заправляют сами DE. Использовалось много символики Дувири, но ничего нового, даже видео использовали старые. Главный посыл состоял в том, что Дувири выйдет одновременно для Китая и глобальной версии. На данный момент мы достигли синхронизации контента между регионами, но всё ещё были задержки в несколько дней между выходом обновы у нас и в Китае. Теперь же обещают одновременный релиз, хотя всё ещё не ясно, когда этот день наступит. Можно отметить, что DE не проигнорировали китайский вариант Теннокона, записав обращение для местных игроков. Ещё одно важное объявление касалось торговли для китайского Варфа. Лично я был удивлён тем фактом, что торга нет у китайцев. Хоть цены у них и пониже в магазине, чем у нас, но формить вещи вряд ли приятно, потому многие китайцы продолжают играть на глобальной версии. Теперь же обещают добавить торговлю для Китая в этом году. Изначально об этом намерении объявили ещё в конце 2021 года. Причём участвуют в разработке этого аспекта одновременно Tencent и DE, чтобы не было проблем с читами. Странным здесь мне показалось объявление некой официальной площадки для торга, что напоминает Warframe.Market по дизайну. Пресс-релиз тоже пишет про торговый центр, эксклюзивный для Китая, где будет отображаться информация о транзакциях. То есть, по факту, Китай таки получит свой акцион для Warframe. Лично мне немного грустно на этот счёт, ибо акцион мог бы неплохо нам упростить жизнь. Раньше DE были против этого, мол, люди будут просто стоять неподвижно в куче, но это уже давно наблюдается на базаре Меру. Есть и опасения насчёт упада экономики, если упростить процесс обмена, ведь нет у нас неких сбросов или частых вбросов контента. Посмотрим, как в Китае это дело себе покажет. Ещё среди объявлений есть некие улучшения для местной системы оповещений, мол, где ресурсы падают, с какой вероятностью и тому подобное. Насколько мне известно, речь про очередной эксклюзив Китая. Говорят здесь не только про подачу свежего контента для Китая, но и про запуск ряда систем для поддержки новых игроков. Прочие заявления касаются мелочей, типа китайских делюксов, косметики Unreal Tournament, улучшения для местной программы творцов и неплохого вида глифов. В целом же получилось неплохое празднование, как для десятилетия варфа, так и для второй годовщины перезапуска в Китае. Хотя смутные моменты были, типа странного клипа на песню Квеста Сивагота, где молодёжь бродит по недостройкам. Или как при игре в счастливый зефир комп имел неактивированную винду. Плюс были некоторые моменты, когда стрим падал на длительный срок. Но всё равно неплохое вышло развлечение, пока мы всё ещё дожидаемся хода самих ДЕ. На этом всё, потому всем всего, всем удачи и всем пока.